В городе отметили самый колоритный и атмосферный праздник Ямала – День оленевода. Программа мероприятий насыщена, гонки на олейних упряжках, состязания в национальных видах спорта, изобильная ярмарка и десятки развлечений для жителей и гостей города. Если где-то и по-настоящему радуются приходу весны, так это у нас на Крайнем Севере. Сегодня жители и гости Ямала отмечают День оленевода, приход весны и окончание долгой полярной ночи. Праздничные мероприятия традиционно проходят здесь, в парке культуры и отдыха. День оленевода – праздник атмосферный и колоритный. Увидеть его воочию приезжают даже туристы, а с разных уголков севера съезжаются тундровики. Пока парк наполняется людьми, а оленеводы готовятся к соревнованиям, творческие коллективы выступают на сцене и задают праздничный настрой. Ярмарка в этом году особенно масштабна. На прилавках сибирское изобилие – от рыбы до пушнины. Здесь даже можно купить изделия искусства хантыйских мастериц. Сегодня в наш город приехали наши дорогие тундровики, коренные жители севера. Те, кто так трепетно чтет свои традиции. Для всех абсолютно участников нашего праздника, я думаю, сегодня найдется занятие по интересам. И праздник получится по-настоящему интересным. С праздником, дорогие друзья! От лица «Газпромнефть» «Ноябрьский нефтегаз» я поздравляю всех жителей города Муравленка, всех оленеводов с вашим праздником. Желаю всем победы, но пусть победит сильнейший. Программа праздника насыщена и многообразна. Самая зрелищная часть – соревнования в национальных видах спорта. Коренные жители севера перетягивают палку, кто дольше удержит, прыгают на счет через нарты. А рядом турнир по метанию тензиана на хори. Проще говоря, забрасывание аркана на трехметровую деревянную палку, которой погоняют оленью упряжку. Участвуют только мужчины, а сильный ветер, кажется, только добавляет азарта. Честно сказать, да, погода сегодня не в пользу выступающих, но я думаю, для них это в норму. В общем, я не думаю, что они растеряются или будут какие-то у нас погрешности в этом испытании. Главное событие праздника – гонка на оленьих упряжках. За победу борются не только главы семейств, но и хранительницы очага. Причем соревнуются наравне. Дистанция – полтора километра. Эмоции на пределе. Захватывающее зрелище. Лучший результат среди женщин показала Полина Выла, а среди мужчин – Кузьма Мултанов. Подарок за победу, как всегда, весом – снегоход «Буран» от градообразующего предприятия. Народные гуляния в День оленевода объединяют две цивилизации – жителей города и тундровиков. И праздник всегда проходит при поддержке компании «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаза» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». К сожалению, в прошлом году мы не попали на этот праздник. Мы приехали в город вообще на немал недавно. Впервые мы пришли на такой праздник. Хотелось бы увидеть оленей вживую. И чтобы дети узнали, что это за праздник. Весело. Интересно. Нельзя посмотреть на наряды, костюмы, национальное интересное. Мы только пришли. В принципе, намного лучше, чем раньше, побольше народу. Я именно живу возле Кагалыма. Кагалыма. Ну, неподалеку от Кагалыма. В лесу. Я приехал к своим родственникам повидать и побыть на празднике. Проводится только раз в году. Есть возможность сплотиться, побыть с родственниками, посмотреть на праздник. День оленевода – это не только национальные состязания, а раздолье на праздники для детей и для взрослых. Жители и гости Ямала могут прикоснуться к миру, который кажется недосягаемым для городских жителей. Здесь можно посидеть в чуме, примерить национальные наряды и даже прокатиться на оленьих упряжках. А еще полюбоваться необычайным разнообразием и колоритом нарядов северных народов. Хранительницы очага показали свое мастерство в дефиле национальных костюмов. День оленевода – дань многовековой культуре, ведь коренным жителям есть что рассказать и показать тем, кто всего несколько десятилетий назад поселился на просторах ямальских земель. Алена Гафарова, Антон Иванов. Новости Муравленко. Новости Муравленко.